Здравствуйте, приятно с вами наконец-то побеседовать. Расскажите, с кем я имею дело. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Маша Каганович, и я работаю маркетологом в компании WesternBid. Работаю уже два года. Мои обязанности входят в основном выпускать информационные, интересные ролики, которые просто помогают нашим продавцам в торговле. У меня самой опыт, наверное, после университета я все время занимаюсь торговлей, то есть уже 24 года. Причем разного типа торговли. И торговала Камарерис, как там, например, удобрение, чугун и так далее. То есть покупала и продавала по всему миру. На eBay я тоже торгую очень давно, по-моему, с 2004 года. Но это как бы для меня не было никогда полным заработком. То есть я знаю, как это работает, ну просто хобби, то есть продавала свои старые вещи. Ну а, собственно, идея снимать эти ролики мне очень понравилась. Михаил предложил мне эту работу. И получилось, что просто у меня есть возможность поделиться своим опытом и своими маркетинговыми знаниями, и знаниями американского рынка. И как-то даже улучшить свою квалификацию, потому что я очень много делаю исследования по разным вопросам. То есть это не только то, что я кого-то учу, а я каждый день сама учусь. И потом мне очень нравится, в принципе, общаться с продавцами и помогать им. И я вижу, что то, что я делаю, реально помогает людям встать на ноги, развить свой бизнес. Не знаю, мне кажется, что это очень полезно. Ну вот это здорово, если вы не просто делитесь какими-то отдельными знаниями, а именно еще и своим опытом, то есть вы это как бы поддерживаете. Это очень важно. И вот сегодня хотелось вас спросить несколько вопросов. Мне постоянно на YouTube-канале задают очень много вопросов по eBay, поэтому вот хотелось с вами посоветоваться. Вот, допустим, первый вопрос на eBay, значит, он насчет регистрации самой. Насколько важно регистрироваться именно со своими данными? Вот с правдивыми настоящими данными? Ну, смотрите, проблема в eBay, я думаю, что вы именно задаете этот вопрос по единственной причине, по той, что многих продавцов на старте блокируют. И когда уже один аккаунт заблокировали, то у продавца как бы не остается выбора, он все равно хочет начать торговать, и он открывает аккаунт с какими-то другими данными. Но имейте в виду, так делают очень многие продавцы, но имейте в виду, что, конечно, так делать можно, ну, не нужно, нежелательно, но все данные, которые вы вводите в eBay, eBay проверяет. То есть практически, ну, наверное, 99 аккаунтов в результате после выставления первого лота проходят проверку. То есть что это значит? Это значит, что вам нужно будет предоставить инвойс за коммунальные услуги на этого человека, вам нужно будет показать паспорт, там, прописку, но если прописки нет, да, то вот такой инвойс за коммунальные услуги. То есть если вы открываете какой-то аккаунт, то открывайте его там на маму, на сестру, на друга, там, ну, на кого-то, на кого у вас будут документы, которые вы сможете подтвердить. И еще очень важный момент. Люди регистрируются на eBay с разными адресами IP, используя программы, меняющие IP-адрес. Вот это eBay засекает моментально. И такие люди, которые регистрируются таким образом, то есть потом уже второй раз, второй блок, он уже пожизненный. Понятно. Лучше как его не делать. Если вы открываете новый аккаунт, то это должен быть аккаунт совершенно нового IP-адреса. Не используйте программы. Ну вот причина тогда именно блокировки, если все сделано правильно, зарегистрировались, зарегистрировались, свои данные, все нормально, то есть все подтвердил, все равно, хопа, блок. Вот почему так? Смотрите, здесь, кстати, это отличный вопрос, потому что мне кажется, что для того, чтобы решить любую проблему, нужно понять вообще ее суть. То есть вот откуда взялась эта проблема, что мотивирует eBay, почему они так делают. Дело в том, что, как сказать, по-английски это barrier to entry, это порог входа, то есть зайти в eBay очень просто. Например, на Amazon не так просто зайти, да? А на eBay элементарно зарегистрироваться одна минута, выставить товар еще одна минута. eBay огромная барахолка, она дает возможность людям получать доступ к 187 миллионам покупателей. Поэтому огромное количество людей, разных людей, хотят начать там торговать. Задача eBay – это обеспечить стабильность и safety, как сказать, safety? Безопасность. И безопасность. У меня это, кстати, постоянно возникает. Спасибо большое. Задача eBay – это обеспечить стабильность и безопасность своей площадки для покупателей, ну, собственно, и для продавцов. Представьте себе, что было бы, если бы на eBay вышли 100 миллионов разных продавцов, совершенно непонятных, левых, у которых нет опыта в торговле, которые не знают ни как упаковывать, ни как продавать товар, ни как его отправлять, у которых нет понятия о бизнес-этике, которые не умеют вообще разговаривать по-английски со своими покупателями. Вот представьте себе, что 99 продавцов, которые вступают на Etsy, вот этих новичков, это именно такие люди. Я уже сейчас даже не говорю про жуликов, которых огромное количество, может быть, не так много в Украине, там, в России, но, например, там, в Бразилии, это просто адское количество таких людей, которые просто хотят что-то урвать. И задача eBay – это, ну, сделать все возможное, чтобы Marketplace был свободен от этих людей, чтобы покупатели могли доверять своим продавцам. Поэтому, если вы как продавец можете уверить eBay, что вы опытный продавец, что вы не жулик, что вы не пришли там сегодня и уйдете завтра, что у вас уже есть, например, какой-то наработанный опыт, да, вы можете, например, сказать, я раньше продавал на OLX, или я продавал на рынке, или там, я сам изготавливаю свои товары уже 10 лет. То есть показать, что вы стабильный человек, да, что вы знаете, что такое бизнес, что вы им занимались раньше, что вы понимаете правила eBay, там, вы не будете выставлять какие-то брендовые товары или фейки какие-то. То есть вот и просто показать, что вы честный человек. 90% людей, которые не проходят вот этот первый этап после блокировки, это люди, которых просто ловят во лжи. Наша компания предоставляет, как мне кажется, ну, просто потрясающую бесплатную услугу, значит, помогает людям разблокировать свой аккаунт. То есть наши переводчики имеют опыт, я не знаю, сотни, разблокируют сотни аккаунтов в неделю. Там у нас, знаете, это, ну, я не знаю, трудно найти такую компанию, таких людей, которые имели бы больший опыт в этой сфере. То есть, если вы посмотрите на положительные отзывы о нашей компании, то, наверное, 80% из них, это как классно работают наши переводчики. Ну, просто потому, что у них такой замечательный опыт, да, и они звонят с таким количеством людей. И в результате что получается? Что человек, например, уже второй или третий раз его блокировали, он звонит нашему переводчику, он не рассказывает ему, что это уже его второй или третий раз. Наши переводчики об этом не знают, они звонят в eBay, а eBay говорит, подождите секундочку, так это же человек у нас уже, вон, две недели назад, его уже блокировали один раз. Все. После этого уже разблокировать аккаунт нельзя никак. Никаких нельзя привести аргументов. То есть, если вы звоните нашим переводчикам, вы должны быть честными по отношению к ним. Знаете, иногда человек, например, скажет, да, вы знаете, вот я открыл один аккаунт, меня блокировали, вышла какая-то ошибка. Ну, просто честно скажет правду, да. Я вот решил еще раз попробовать. Я хочу доказать вам, да, что я могу это делать. То есть, такой аккаунт легче разблокировать, чем тот, который, если вас один раз поймали хоть какой-то маленькой лжи. Например, говорят, а какие товары вы выставляете на продажу? Ой, ну вы знаете, ну там вот что-то это, вот что-то то. Вот когда человек начинает, знаете, так велить, юлить, что-то рассказывать. Вот, ну, все просто. Вот когда это оператор слышит, вот. Еще хочу сказать очень важный момент по этому поводу, что, пожалуйста, пойдите на наш канал. Там есть видео, которое называется «12 причин блоков и банов» на ebay. Я, конечно, сейчас в этом коротком подкасте не могу рассказать все эти 12 причин, ну, главные причины, по которым блокируют. Вот, но эта информация, это как бы не моя личная, не мое личное исследование, а просто после разговоров с нашими переводчиками, у которых такой обширный опыт, да, и, в общем, я собрала эту информацию, проанализировала ее, и вот в этом видео она вся есть. Но могу вам сказать одно, если вы хотите, самый главный совет, если вы хотите избежать бана вначале, если это вообще возможно, то начинайте очень-очень-очень медленно. То есть после того, как вы зарегистрировались, не нужно делать вообще ничего. То есть дайте этому аккаунту, так сказать, отстояться. Пускай посидит два месяца, три месяца. Самый опасный период – это 90 дней. Первые 90 дней, ибо я считаю, что вы новичок, и вот практически все блоки происходят, если человек выставляет первый товар в течение этих первых 90 дней. Знаете, так постепенно, что-то там купили, не так активно прям, что-то начали покупать там, а так чуть-чуть, что-то подкупили там, такое дешевенькое там. Ничего не выставляйте. Просто так, спокойно, спокойно. Потом начали выставлять, через три месяца, например. Выставили одну вещь, у вас там будет лимит, 10 вещей там, 500 долларов, вы все равно не сможете много выставить. Недорогую вещь. Ни в коем случае не дороже 20 долларов. Выставили что-то одно, да, через три месяца. Степенно. Потом еще через две недельки раз, еще одну вещь. И вот так по чуть-чуть, первые полгода. А потом, когда eBay, как только вот эти страхи, неуверенность уйдут, то поднять лимиты – это одно удовольствие. То есть вы увидите, как просто и легко и замечательно работать на eBay после того, как вы пройдете вот эти прибрежные волны, да, вот, ну, как бы продеретесь через них. Элементарно после этого eBay будет поднимать вам лимит. У меня сейчас лимит, по-моему, я не знаю, 25 тысяч долларов. А я очень мало там что продаю. То есть я не использую даже там десятую часть этого лимита. Но, в принципе, это очень, очень просто. Потом. Ну да, это уже потом пустяки. Когда уже все разрешат, это уже нормально. Вот это вот первый момент пройти. Да, большинство людей просто попадаются на том, что они выставляют товар на следующий же день после регистрации. В тот же день. Ой, я зарегистрировался, я выставил товар за 200 долларов. Ну, поздравляю. Все же хотят быстро заработать. Ну да, да, да. поэтому eBay, он серьезная платформа, надо к ней относиться по-серьезному. Есть какие-то различия, может быть, между странами? То есть какие-то страны, eBay, он более строгий к ним относится, и он как бы следит там вот все 90 дней, а есть какие-то страны, которые такие, ну ладно, там, зарегистрировался в США, так хорошо, пойдешь, будешь продавать уже через неделю. Насколько я знаю, что нет, потому что, если бы это было так, то не было так много платных услуг в Америке в помощи разблокирования аккаунтов. То есть жулики есть везде, eBay опасается, насколько там они больше блокируют людей с Украины, там, или с Белоруссии, по сравнению с Америкой, я просто не знаю, у меня нет такой статистики, но то, что блокирует новичков во всех странах, это совершенно 100%. Ну, это хорошо, потому что многие русские пользователи начинают очень обижаться. Думают, что это какая-то дискриминация, да? Да, да, именно так это выглядит. Вот, оказывается, они просто быстро начинают продавать, надо подождать. Вот, это вот полезный совет, спасибо вам за ответ. Еще такой маленький вопрос, это про именно счет PayPal, который мы привязываем. Если мы уже открываем счет на eBay, то, естественно, и PayPal к нам надо привязать. Есть вот кооперативный и личный счет. Если мы начинаем понемножку, вот совсем там товар за 20 долларов, нужно ли нам сразу кооперативный счет PayPal, или это не важно для eBay? Смотрите, компания WesternBit, главная услуга WesternBit, это то, что мы предоставляем возможность для продавцов в тех странах, где PayPal не работает напрямую, то есть, мы предоставляем эту возможность принимать PayPal через нашу компанию. И это как бы главная, основная услуга, которую мы предоставляем. Значит, насколько я знаю, 99% продавцов на eBay не используют никакой корпоративный PayPal. Вот. И, но вообще, когда человек рассматривает эту возможность, то есть, принимать оплату с помощью своего собственного PayPal, или использовать торговое агентство, такое, как WesternBit, я просто рекомендую людям посмотреть на то, какую комиссию они реально платят напрямую в PayPal. Потому что, потому что это звучит очень классно, что я принимаю PayPal напрямую, да, замечательно. Вот, но в реальности, например, в России за микроплатежи, скажем, ну, там, до 200 долларов большинство людей платят комиссию около 6%, 5,9%. А самая низкая комиссия, например, в Америке для даже большого покупателя это 2,9%, 3%. Ну, то есть, самая низкая. В России даже нет такой комиссии, например, или там, ну, на Украине просто, в Украине, например, нет вообще такой возможности принимать PayPal напрямую. Но я имею в виду, в тех странах, где это можно сделать, да, вот, ниже 3%, 2,9% не снижается комиссия. Если вы работаете через WesternBit, то ваша комиссия в PayPal будет 1,9%, то есть, у WesternBit настолько низкая комиссия за огромного объема продаж, и эту низкую комиссию мы передаем вам. Отлично. То есть, здесь идет, ну, плюс дополнение ко всем остальным услугам, там, разблокировки аккаунта, предоставление своего склада, то есть, у вас будет свой собственный склад, ну, вы можете использовать склад, да, который у нас есть в Майами, в Европе, в Германии для возвратов, и потом можно будет перепродать с этого склада ваш товар. То есть, как на Amazon. Нет, это не как на Amazon, но смотрите, это немножко другое. Тут идея в том, что какой-то процент ваших продаж покупатели будут возвращать, будут какие-то споры, будут какие-то возвраты, ну, это просто нормальная часть бизнеса. Ну, как поступает, например, американский продавец. Я говорю, что я вам оплачиваю пересылку обратно, ну, или вы оплачиваете пересылку обратно, неважно, как договорились, да, и покупатель отправляет этот товар мне, в Миннеаполис. А как поступить продавцу, который живет в России и в Украине? Он скажет, да, отправляйте мне товар в Россию. Ага, отправляйте мне товар в Украину. Это сколько будет стоить эта пересылка? Это сколько займет времени это обратно подсылать? То есть здесь явное, ну, как бы, то есть вы явно, как продавец, будете проигрывать американским продавцам в этом плане. Если вы работаете через WesternBit, вы просто говорите, ну, отлично, отсылаем товар обратно на склад WesternBit. WesternBit принимает этот товар, открывает его, смотрит, все ли там в порядке, не подсунули ли вам там что-то, камень там, или что-то еще, фотографирует, знает, как работать с диспутами в PayPal, да, помогает вам вести этот диспут. Потом кладет его на склад три месяца бесплатное хранение на этом складе, и вы можете с этого склада просто-напросто перепродать этот товар какому-то другому покупателю и заплатить вот эту внутриамериканскую пересылку. Разве это неудобно? Это практически делает вас конкурентоспособной с любым американским продавцом. Да, это и есть. Вот причина, почему люди работают, например, из России с WesternBit, зачем им работать, зачем им принимать PayPal через WesternBit, если они могут его принимать напрямую. Вот главная причина работы с WesternBit это вот эти дополнительные услуги, которые просто, ну вот, делают продавца конкурентоспособным с американским продавцом. То есть возможность истить диспуты в PayPal. Вы же знаете, что ваши деньги в PayPal вам не принадлежат 180 дней. То есть в любой момент PayPal может забрать ваши деньги с вашего аккаунта в течение 180 дней. Поэтому все этикетки, там все, что вы отправляете, всю документацию вам нужно каждый товар хранить 180 дней, потому что покупатель может потребовать деньги назад с PayPal в течение этих полгода. И как вы будете работать с PayPal? Как вы будете с ним разговаривать? Какие документы предоставлять? Вы знаете, как с ними общаться? Вот все эти вопросы, как бы у нас есть телодепартамент, который помогает и работает с этими жалобами и диспутами. Ну, это, я просто сейчас так дотронулась просто до верхушки этого айсберга. Тех огромных преимуществ, которые дает, ну, как бы, сотрудничество с нашей компанией. Ну, мы оставим ссылку, как всегда, в описании, мы им расскажем, покажем, вот, так что для полной информации могут зайти, проверить, почитать, и я уверена, что также можно связаться с любым из ваших сотрудников, там, для, ну, просто посоветоваться, звонок заказать и так далее. Да, конечно. По каким-то вопросам. Ну, вот так что они смогут это сделать. Тогда, если мы говорим вот о пересылке, о складах, о самом PayPal, если мы продаем цифровой товар, у нас нету пересылки, но PayPal все равно удерживает, как бы, какую-то сумму денег, это также касается цифровых товаров или... Удерживает, удерживает. У них есть такое правило в PayPal, ну, если вы работаете через WesternBit, то, конечно, никто ничего не удерживает, но если вы работаете напрямую с PayPal, то, да, безусловно, они обращают внимание, если в аккаунте было несколько возвратов, там, в течение какого-то времени, цифровые товары, там, ну, в общем, если вы попадаете в какую-то их категорию риска, это не только касается цифровых товаров, это вообще, как бы, общей такой категории риска, если PayPal считает, что вы там проводят аудит вашего аккаунта и видят, что вы, там, для них более рискованный продавец, то они тогда удерживают, да, удерживают, они могут удерживать от 21 и больше дней, могут держать в течение полгода, то есть вот это вот. Более того, если, ну, это я уж не хочу так пугать, но многие люди рассказывают, что у них просто замораживают счетом, а PayPal может вполне замораживать счет. Да, это что-то, что вы тоже сможете помочь в случае чего-то. Но ваш аккаунт никогда не заморозит. Если вы работаете через WesternBid, у вас нет никаких лимитов, потому что вы используете аккаунт WesternBid для платежей, там нет ни холдов, ни лимитов, ничего нет. То есть убираем риск и, в принципе, сокращаем комиссию, то есть как бы, вот одни плюсы получаются. Это круто, да. И за все услуги, кстати, WesternBid берет 4%. Все эти услуги, все, о чем я говорю, и склад, и переводчики, и так далее, это все бесплатно, это все входит в эти 4% комиссию. От заработка. От заработка. То есть, если, например, вы работаете в России, и у вас 5,9% комиссия PayPal, то это совершенно идентично с тем, что вы будете платить 4% WesternBid и 1,9% в PayPal. То есть 5,9% это будет одинаковая комиссия и там, и там, но только тут у вас есть риск, что ваш аккаунт заблокирует, там холды, ну и так далее, и там подобное. А с WesternBid вы получаете все эти, как бы, дополнительные услуги. Понятно. Ну, это да, это стоит об этом задуматься. Так что я бы, я бы зашла на ссылку и все же почитала, что там предлагает. Звучит очень заманчиво. Тогда вот такой вопрос. Совет начинающему продавцу, вот который еще вот только открыл eBay, то он еще не знает, сколько он будет продавать, что, насколько можно доверять eBay вообще. То есть вот как лучше всего обращаться с eBay, лучше всего обращаться с PayPal, ну, в общем, если вы только начинаете. На что надо обращать внимание, может быть? Ну, как я уже сказала, самый лучший совет для совсем начинающего продавца это тише едешь, дальше будешь. Это вот постараться, вот выдержать такую дистанцию с eBay, такую, знаете, вежливую, приятную и очень такую неделовую атмосферу первые полгода. То есть так, держать дистанцию. Вот. И постепенно, постепенно, значит, через полгода вы начнете увеличивать ваши лимиты, увеличивать обороты, и вот тогда лучшая стратегия на eBay это чем больше вы будете выставлять, тем больше вы будете зарабатывать. У нас на канале есть такое видео по STR, это коэффициент продаж. То есть в каждой нише есть свой коэффициент продаж. Что такое коэффициент продаж? это количество проданных товаров разделить на все, что выставлено. То есть в каждой нише есть свой коэффициент продаж. Там самый низкий может быть 10-20%, высокий может 80-90%, да? Но в любой нише, то есть на eBay такое количество, такая ликвидность, такое количество покупателей, что даже на футболках там можно зарабатывать, хотя очень низкий STR там 20%. Но учитывая, зная вот этот коэффициент продаж, можно, выставляя большое количество товаров, продавать просто, ну, иметь заработок постоянный, каждодневный, там средние наши клиенты зарабатывают от полторы до двух тысяч чистыми долларов в месяц. Причем некоторые работают там part-time, то есть не полный рабочий день, некоторые работают полный рабочий день, но практически я бы сказала, что у всех продавцов одна и та же картина. Если у кого-то стоит, там, он выставил 50 товаров и он ждет, когда они продадутся, месяц ждет, два ждет, три ждет, тут заработка, конечно, не будет. Для того, чтобы продавать на ebay, это вопрос цифр. Чем больше выставляешь, тем больше продаешь. Ну, вот это практически, то есть, нельзя назвать этот доход пассивным. Это, я вам честно скажу, это не пассивный доход. То есть, те люди, которые вот фотографируют, выставляют, фотографируют, выставляют, вот у них и заработок. То есть, количество заработка прямо пропорционально с количеством работы, которую вы тут, все, что вы вкладываете, то, что вы, это то, что вы получите. Понятно. Спасибо, отличный совет. Ну, спасибо вам, я думаю, что на сегодня у нас все. Если у кого-то будет еще какие-то вопросы, он может к вам прощаться, также будет ссылочка на ваш канал, на пару видео интересных, о которых мы сегодня здесь упомянули. Так что, вся информация будет, как всегда, в описании. Спасибо и всего доброго. Большое спасибо.